Здравствуйте! Добро пожаловать на очередную лекцию по программе TopSolid7. Это лекция из раздела чертежей. И сейчас я хочу поговорить о нанесении размеров на деталях чертежей. Вот есть такая вот деталька, на которой я создал несколько элементов. И давайте мы сделаем с ней чертежик и приступим к нанесению размеров. Добавляем вид на чертеж и обратим внимание, что занимаясь нанесением различных видов на чертеж, мы работали со вкладкой вид, поскольку здесь располагаются все элементы видов, которые позволяют наполнить чертеж. А для нанесения уже деталей на конкретно каждые виды используется меню детализация. Она имеет набор команд и во вкладке этих команд еще больше. Далеко не все команды я использую. Сразу скажу, есть некие команды автоматические размеры, размерная цепь. Автоматические команды я не использую. И ключевая команда, которой я пользуюсь, это просто размер. Я уже поставил на нее горячую клавишу, кнопка D. То есть, либо я нажимаю на эту кнопку, возникает вот такое меню размер, которое имеет довольно больший набор параметров. Давайте я скрою. Вот у нас ключевое поле для нанесения размеров. Это само поле размер. Для того, чтобы нанести размер, нам нужно выбрать как минимум одну геометрию. Либо одну, либо две, чаще всего. В принципе, техника нанесения размера в Top Solid 7 аналогична Top Solid 6, либо Solidworks. То есть, мы выбираем один какой-то элемент на виде. То есть, это либо кромка, либо точка, либо окружность. То есть, выбираем один, выбираем второй и устанавливаем размер. В принципе, все просто. Для нанесения линейного размера достаточно просто выделить кромку и уже видеть размер этой кромки у нас появляется. Если нам нужен какой-то габаритный размер, который не имеет кромки, то мы выбираем два элемента и устанавливаем этот размер. То есть, в принципе, техника простая. Выбрали одну кромку, дальше мы располагаем место размера. Когда мы выбираем, мы кликаем и на этом создание размера завершается. И далее, поскольку у нас команда нанесения размеров заблокирована, мы продолжаем вставить новый и новый размер. И таким образом я уже несколько размеров установил. Еще раз. Выбрали кромку, выбрали место, клик, размер закончен. Либо выбрали кромку, выбрали кромку. Ой, сейчас мне не получилось. Ctrl-Z нажимаю. Нет, Ctrl-Z не работает в режиме нанесения. Для того, чтобы мне делать Ctrl-Z, я должен нажать Escape, чтобы выйти из этого режима. И теперь Ctrl-Z я могу удалить один или все остальные размеры. Еще раз. Либо нажимаю кнопку D, поскольку у меня эта команда подключена к горячей клавише D. То есть, я нажимаю клавишу D и возникает меню для нанесения размера. Итак, либо одна кромка, дальше место положения, кликаем, размер готов. Либо выбираю два элемента, первый, второй и опять же дальше место размещения и нажимаем, размер готов. Если у нас какие-то кромки под углом находятся, как вот эти, то мы можем либо параллельно кромке поставить размер, либо если мы, скажем так, в районе середины этой линии находимся, то видите, размер переходит в ортогональный. То есть он будет либо вертикальный, либо горизонтальный. В принципе, в SolidWorks мы сталкиваемся с такой же историей, да, то есть вот либо параллельно, либо ортогональный размер. Мы его спокойненько ставим. Кроме нанесения размеров по линиям, мы можем воспользоваться крайними точками линии, а также средней точки линии. Показываю пример. Смотрите, когда мы наводимся на линию, то вы обратите внимание, что по краям возникают желтенькие точки, то есть края этой линии. Мы можем эту точку использовать для нанесения размера. Мы можем смотреть, видите, когда я подношу к желтой точке курсор, она становится красным. Это означает, что если я по ней кликну, то размер приберется именно к точке. Я вот кликаю, и теперь у меня размер привязан к точке. Почему это важно? Потому что теперь я могу нанести вот какой-то такой хитрый размер. Смотрите, ткнув во вторую точку, я уже смогу поставить размер между ними. То есть линии у нас нет между этих двух точек, но размер такой я поставить могу. Ну, не забываем, что вот этот же режим ортогональности, он работает и в этом случае. Поэтому, чтобы поставить именно размер между двумя точками, нужно выбрать правильное положение курсора мыши. Тогда мы поставим правильный размер. Либо мы будем ставить ортогональный размер. Ну, ортогональный размер проще поставить от других точек. Или мы можем, давайте сейчас я поставлю этот размер. И хочу сказать, что мы можем комбинировать, естественно, точку с линией. То есть в данном случае я могу здесь поставить, выбрать точку, а здесь выбрать линию. Естественно, этот будет такой же размер. Но он уже будет четко определен по своему положению. То есть это ортогональный и горизонтальный размер, потому что выбрав вертикальную линию, мы не имеем возможности никак по-другому этот размер сориентировать. В отличие от того, если бы мы выбрали две точки, либо вот такую линию, которая под углом находится. Ну вот, в принципе, думаю, что все просто. Да, с точки зрения нанесения линейного размера. Дальше у нас эта же команда, она позволяет осуществлять нанесение размеров радиуса или диаметра. Ну вот у нас есть здесь окружности, дуги, да, и легко продемонстрировать, что если мы выбираем линию, да, здесь вот такое возникает прям меню некое. Возникает набор точек тоже, кстати, довольно удобный, потому что, как вы понимаете, что одна из этих точек является центром вот этого вот радиуса, да, а другая, она является углом схождения вот этих вот двух линий. И это очень иногда бывает полезно, когда у нас какая-то скругленная деталь там или хитрая, но нам нужно выбрать какой-то габаритный элемент, да, и мы можем вот при помощи этой выделения вот этой дуги, да, при этом нам показываются точки, и мы можем больше видите, схвастаться за эту точку и поставить вот такой вот размер. Это тоже бывает полезно. Но это опять я вернусь к линейным, а сейчас все-таки давайте с радиусными размерами. Все просто. Мы наводим, кликаем и переходится в режим создания радиуса. Видите, здесь возникает такое дополнительное меню, нам мы можем либо радиус, либо диаметр указать. Но вторая геометрия никуда не пропадает. Почему? Потому что мы можем указать комбинацию радиус плюс радиус, а также радиус плюс линия, либо плюс точка, да, то есть при работе с радиусом нам доступны все вот эти вот варианты выбора с двух геометрии. Ну, давайте сейчас начнем с выбора просто, установки просто радиуса, да, то есть мы можем, опять же, управляя положением мыши, да, мы можем выбрать, где нам поставить радиус, а также, видите, будет меняться тип этого размера, да, то есть мы можем либо вот такой поставить с стрелочкой от центра до радиуса, либо вот такой выносной размер, если в данном случае сюда. И для того, чтобы завершить создание, мы, естественно, просто кликаем по экрану, да, и получается создание размера. Все это довольно просто. Здесь, в принципе, то же самое. Поставили, видите, если у нас замкнутая изначальная окружность, то она автоматически переходит в режим диаметра, кстати говоря, и поставили диаметр, да, видите, здесь диаметр, а если здесь, то он показывает нам радиус. Но мы можем и здесь поставить радиус, если мы кликнем на окружность, да, а потом поставим радиус, то вот у нас здесь получается радиус. Все, в принципе, просто. И режим создания с двумя геометрами, да, то есть мы выбрали первую окружность, и нам позволительно выбрать какую-то вторую геометрию. Мы можем выбрать вот эту вот линию. Видите, в данном случае получается вот такой размер. Но мы можем регулировать сейчас, смотрите, здесь в первой геометрии, это то, что мы выбрали окружность, здесь появляется вот такой вот маркер, захват по центру нам всплывающий меню, всплывающая подсказка подсказывает, да. Видите, если мы будем сюда кликать, то мы будем выбирать режимы размера по отношению к вот этой вот радиусной кромке. Сейчас он стоит по центру этой кромки радиусной, да. Если мы кликаем, он нам показывает максимальный размер. Если мы еще раз кликнем, он поставит, так, средний размер. Максимальный или средний? Да, почему-то минимальный как-то странно. Раньше же было, но почему-то теперь нельзя. Очень странно, на самом деле, я немножко удивлен, потому что минимальный размер вроде бы можно было ставить. Так. Ага. Видите, как все хитро. Что-то изменилось. Я уже, видите, упустил этот момент, но что-то немного изменилось. Связано это с тем, где ты кликаешь по окружности. Вот такой вот интересный момент. Смотрите, если я у этой окружности кликаю с внешней стороны и ткну, да, в эту кромку, а потом вот сюда, то есть, грубо говоря, с левой стороны окружности я ткнул, а потом вот сюда, на эту правую кромку кликаю, то получается, что мы можем управлять только между центром и левой кромкой. Да, видите, нам больше вариантов недоступны. То есть, вот так можно делать. Либо такой размер, либо такой установить. А если я кликаю вот здесь с правой части окружности и до этой же кромки, то тогда вот эта вот команда, она нам позволяет выбирать между, как бы, правой граничной точкой, да, и центральной. Честно говоря, я, конечно, могу ошибаться, могу же подзабыть, но такое ощущение, что раньше этот вот маркер, он перебирал все три варианта, а сейчас почему-то вот так. Ну, это немножко странно, да, по-моему, первый вариант, который я вам говорю, более логичный, да, минимальный, средний и максимальный расстояние показывать. Но почему-то решили пойти по такому пути. Здесь вроде бы и нету никаких вариантов, честно говоря. Давайте попробуем, кстати говоря. Может быть, они появляются? Да нет, вроде бы не появляются. Здесь это все настройки, то есть они отображают внешний вид, размеры, о нем мы говорим позже. А по поводу самого нанесения размеров, то есть это вот только вот такой вот режим. Да, ну, вот так вот. Итак, в принципе, по радиусу мы все обговорили. И на этом, наверное, в принципе, все, что можно сказать, да. Вот эти вот ключевые моменты, связанные с точками, тоже их надо обязательно иметь в виду. По радиусу то же самое. Мы можем прикрепиться не к центру окружности, как к кромке, а именно к самой точке. Когда видите, здесь даже вариантов не появляется, и мы четко между точками вот такой вот размер хитрый создаем. если он нам понадобится. Вот что касается нанесения линейных размеров. Это общий размер. Вот он, в принципе, используется в 95 вариантов случаев. Но есть и специфичные размеры. Эти специфичные размеры – это задание фасок и задание отверстий. Эти команды у нас есть отдельно. Вот обозначение размера фасок и обозначение отверстия. Элемент обозначения фаски можно применить к любым скошенным углам. Детали в виде указав таким образом гостовский тип отображения фаски. В нашем случае вот мы имеем скошенный углы, к которому можно применить это обозначение. Для того, чтобы сделать фаску, нужно тоже выбрать две геометрии. Первая геометрия – это непосредственно кромка фаски. А вторая геометрия – это соседняя кромка, то есть та, в которой будет откладываться, рассчитываться размер фаски. На деле это делается так. То есть мы кликаем кромку фаски и какую-то соседнюю кромку. И появляется вот такой размер, который нам показывают. 15 на 45. И теперь с другой стороны тоже сделаем обозначение фаски. Причем я хочу обратить внимание, что с этой стороны у детали фаска сделана элементом фаска. А с той стороны, где мы ставили первое обозначение, там эта фаска на детали была сделана просто эскизом. И тем не менее мы и в том и в другом случае можем установить обозначение фаски. И вот на этом элементе фаски мы тоже выбираем кромку фаски, соседнюю базовую и ставим обозначение. Неважно, как была создана деталь, либо операция фаски была создана именно на детали, либо просто каким-то элементом другим была создана фаска, то вот этот вот размер можно создать на чертеже, независимо от того, как этот элемент был создан. Почему я об этом говорю? Потому что если для фасок это вот таким образом устроено, то для нанесения отметки под названием обозначение отверстия важно, как создается отверстие. Давайте я кликну элемент обозначения отверстия. И сейчас мы будем вводить по чертежу. Видите, сейчас, несмотря на то, что мне требуют указать какую-то геометрию, видите, у меня ничего не подсвечивается. Вот здесь у меня подсвечивается, а если я вот в эту окружность мышкой указываю, то видите, у меня ничего не подсвечивается. То есть фактически получается, что обозначение отверстия я могу для этого отверстия указать, а для этого нет. И наносится оно, в принципе, простым действием. Я просто кликаю на кромку, которая подсвечивается, и дальше я уже ставлю отверстие. Вроде бы здесь должно быть то же самое, но этого не происходит. А не происходит это потому, что эти два отверстия созданы по-разному. Давайте перейдем в деталь. И я хочу обратить ваше внимание, что вот это более крупное отверстие у меня было создано как обрезка профиля. А вот это отверстие было создано командой отверстия. То есть, если я создаю отверстие при помощи непосредственно команды отверстия, указываю, создаю это отверстие, вот таким образом, одно отверстие, второе отверстие, то вот такие отверстия, они будут иметь возможность нанести на чертеже вот именно условное обозначение отверстия. А любые другие, то есть, если я беру, создаю эскиз, окружность какую-то некую, 8 миллиметров, и если я, в первом случае я сделал обрезку, сейчас я сделал, допустим, карман на некое расстояние, то есть, вот такие отверстия, они не могут быть отмечены при помощи условного обозначения отверстия. Давайте перейдем в чертеж. У нас новые отверстия не появились, потому что они находятся на другой стороне детали. Давайте я еще один вид добавлю, уже с теми отверстиями. Вот они, наши отверстия, да. Итак, давайте я напомню, что вот эти два отверстия я сделал при помощи инструмента отверстия, а вот этот при помощи инструмента карман. И теперь давайте в детализации мы опять переходим в обозначение отверстий. И смотрите, видите, эти отверстия, как вот первое, они у меня откликаются, то есть они интерактивны для вот этого вот инструмента обозначения отверстия, а вот эти вот не интерактивны. И поэтому вот на эти три я могу нанести инструмент обозначения отверстия, а на эти не могу. Чем этот инструмент полезен? Потому что вроде бы мы здесь нанесли первое от этого отверстия, оно просто диаметр 8 показало, так мы вроде бы и так можем нанести диаметр 8 и без проблем. Но для сквозного отверстия это, конечно, мало существенно, А вот для отверстия, которое не сквозное, это более существенно. Мы, смотрите, кликая на... Да, ну вот, кстати, мы столкнулись со спецификой работы этого инструмента. Видите, он мне размер перекинул на другое отверстие. И связано это с тем, что для того, чтобы создать обозначение для нового отверстия, нужно подтвердить создание обозначения для предыдущего отверстия. Итак, я подтверждаю. И теперь создаю новое условное обозначение. И вот для этого отверстия я кликаю. И, смотрите, у меня получается прям вот такое вот обозначение. 2х диаметр 8х12. Данное обозначение мне говорит, что, как вы уже догадались, есть два отверстия диаметра 8 глубиной 12. Это, в общем-то, стандартное обозначение отверстий. И я думаю, вы согласитесь, что это очень удобное и информативное отображение отверстий. В отличие от стандартного нанесения размера. То, что я показал, это на самом деле верхушка альберга. Потому что инструмент сам по себе имеет определенные настройки, которые придают ему довольно приличную гибкость в использовании. Вот, например, здесь есть ряд предустановленных значений. И мы можем убрать глубину отображения отверстия, оставив только диаметр и количество. Все это вы можете устанавливать по слое необходимости. Вообще здесь много параметров. И самое главное, что вот эту вот строчку обозначения, ее, в принципе, можно форматировать по вашему усмотрению. То есть ставить те значения, те символы, которые необходимы. То есть можно довольно много информации вытащить в это обозначение из модели. Можно также создавать таблицу отверстий. Это тоже очень классный инструмент. Он создает прям координатную сетку и таблицу параметров. Те же самые диаметр, глубину, там фаска, если нужно, там зенковка и так далее. Очень много полезной информации. Можно эту таблицу добавлять. Но для данного урока, где я просто хотел описать основные инструменты нанесения размеров на чертеж, я думаю, что достаточно рассказал. И остальные моменты уже будем рассказать о следующих лекциях. О данной лекции я хочу закончить. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok